Здравствуйте, уважаемые телезрители в сети, кому не безразлично состояние жилищно-коммунального хозяйства в целом. И улиц, и дворов, и домов, и подъездов в частности. В эфире Волжская коммуналка, я Антон Анисимов, и сегодня мы, как всегда, вскроем наболевшие проблемы нашего ежедневного быта. Действия, а точнее бездействия коммунальщиков можно оправдать разными причинами, но куда интереснее слушать, как они сами себя оправдывают. К примеру, мы тоже люди и живем так же, или это не мы не работаем, это вы мало платите. А вот герои нашего следующего сюжета уже полвека слышат одну и ту же фразу. Дом идет под снос. Работает безотказно. Великая Октябрьская революция отдала рабочим заводы, землю крестьянам, а вот коммуналка повисла в воздухе, так и оставшись без хозяина. Один из свидетелей событий начала 20 века, дом 112 на улице Вилоновской, ремонта не видел с тех же времен. Ни царская империя, ни годы НЭП и застоя, ни послекоммунистическая перестройка демократия решить его проблемы так и не смогли. Сыпется потолок, сыпется вообще вся вот эта штукатурка, то есть то, что мы можем, мы все это как бы заделываем. Вот, у нас дом очень сильно оседает. Плинтуса отходят уже от самого повара, где тут настолько. Постоянная просадка дома, он уже старый, он садится, и все это падает. Я не могу поменять свои оконные рамы, потому что у нас упадут блоки, я боюсь, видите, вытащить вообще рамы, потому что все упадет. Ремонт, чтобы вот исправить вот это все, то, что там происходит, это будет где-то в районе 300-400 тысяч. У меня таких финансов я не располагаю, потому что я как бы декретер, а еще ребенок. Обслуживающая компания «Коммунальник» такой суммой тоже небогата. Она сама то реформируется, то банкротится, а страдают жильцы. Но что касается оплаты квитанций, тут, как говорится, будьте любезны, ежемесячные подати каким-то удивительным образом списываются на текущие нужды. Но явно не этого дома. Впрочем, удивительного в этой ситуации немного. Удивительно, что за выгребные ямы и за водоснабжение мы платим, у нас их не чистят, а воду мы таскаем сами. И больше меня чего возмущает, самая большая сумма здесь квитанции, это за содержание именно жилья, как бы жилье муниципальное. Но содержания никакого нет. У нас весь туалет рассыпался, упали полы. Туда заходить вообще нельзя, вот только вылить что-то. А на все наши письма реакции нет никакой. И вот даже то, что приезжают откачивать, до этого добиться очень сложно. На телефонные звонки они не отвечают. Это проходит пол лета, пока мы этого всего добьемся. А ремонт нам так и не делают. В летнее время и солнышко греет, поэтому о проблемах говорить легче. А вот зимой особо не пообщаешься, зуб на зуб не попадает. Небольшая печка здесь единственный источник тепла. Раньше была еще одна, но она буквально сгорела на работе. Очень холодно дома. Приходится, чтобы именно здесь вот, нам приходится отапливать плитой. Плита никогда не уключается, а это, соответственно, тоже газ идет. Вот, плита уже тоже, можно сказать, наладом дышит из-за этого. И дома очень холодно, все стены осыпаются, прогреть очень тяжело. За все время своих жилищно-коммунальных мучений жильцы смогли добиться лишь починки крыши. Большего не просите, говорят жильцам. Главный козырь в руках бездействующих коммунальщиков. Дом идет под снос. И не важно, что отговорке этой уже 50 лет. Вот смотрите, что получается. Человек всегда стремится облегчить себе бытовые условия. Чтобы не стоять у плиты, придумал мультиварку. Чтобы не вставать с дивана, пульт дистанционного управления для телевизора. Чтобы летом было не жарко, кондиционер. А возле дома 25 на улице Некрасовской прогресс достиг невиданных доселе высот. Каких именно, увидите в следующем сюжете. Выносить мусор обязанность несложная. Но для многих всегда такая нежеланная. Особенно, когда до ближайших контейнеров идти в полквартала. Коммунальные службы всегда стоят на страже комфорта. И специально для дома 25 на улице Некрасовской придумали нестандартное решение. Мусорные баки установили прямо под окнами. Жители стали буквально задыхаться от такой неожиданной радости. Когда установили мусорную площадку, начались насекомые, запахи, антисанитарии. Здесь рядом вход в помещение жилых домов. И, естественно, никакого места мусорки нет. Это нарушение всех санитарных норм. Поднялись все жители нашего дома и рядом дома. Мы все вышли и эти мусорки сами лично вот сюда убрали. Мы возмущались. Был представитель из администрации. Он говорит, куда убрать, нам некуда. Давайте потерпите временно. Извините, временно. Мухи кидают рядом. Все течет. И это все в мою квартиру. Акция народного самосуда над неуместной свалкой закончилась крахом. Баки вновь вернулись на прежнее место. Поток народного гнева разлился жалобами и письмами в администрацию города и местной управляющей компании. Однако там лишь разводили руками. Лучше места не найти. Эту мусорку перенесли в другое место с торца этого же дома. Также на расстоянии двух метров. Та же антисанитария. Те же запахи. Там проезжая часть, прохожая часть. Люди ходят, пачкают ноги. Все течет. Гниющий мусор. То есть, что получилось, ничего хорошего. От прошлой прогрессивной мусорки на тротуаре до сих пор остались черные следы. Кульминацией же истории за пашком стал недавний пожар, учиненный бомжами. Следы происшествия устранили главные враги богоустройства – мастера граффити, впервые сыгравшие не в минус, а в плюс. Но кто устранит волнение среди жильцов? Подняла всех соседей из нашего дома. Мы таскали ведрами воду и заливали его, вызвали пожарные. Пожарная приехала и догасила. Но долго-долго тлела. Так что вот посмотрите, здесь идет газовая труба, и вот это вот все, вот, это вот все горело. Пламя было очень высоким. Мы так испугались, что у нас все вот эти вот провода сгорят. Конечно, мусор и его производные беспокоят жильцов в первую очередь. Однако личное переживание – ничто по сравнению с репутацией родного города. Это лицо нашего города, это гостевой маршрут. Первое, что увидят иностранцы, посетители театра – это мусорная площадка. Я думаю, что они не за этим впечатлением приходили сюда. На сегодня все. Надеемся, наши сюжеты стали кому-то уроком, а кому-то призывом к действию. В следующую пятницу мы снова увидимся в эфире и обязательно расскажем о том, что волнует всех нас, то есть состояние ЖКХ. Держитесь, люди!